Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я произведу ремонт видеокарты на ноутбуке Fujitsu Siemens Amilu XI 2528. Вот эта моделька у нас. Проблема заключается в том, что компьютер не запускается уже. В последний раз он при работе выкинул артефакты и после этого уже не запустился. Для проверки работоспособности видеокарты вы можете отключить шлейф, идущий к матрице. Вот я сейчас вам продемонстрирую. Вот этот шлейф мы отключаем и пробуем запустить ноутбук, подключив монитор к видеокарте. Таким методом вы можете увидеть, в чем проблема. Включаем ноутбук и смотрим. Вот у нас уже появилось изображение. Таким методом вы можете проверить, в чем проблема. Если видеокарта рабочая, точнее ноутбук, если рабочий, система запустится и на дополнительном мониторе будет изображение. Если ноутбук вообще не работает, то ничего не отобразится, соответственно. Ремонт видеокарты мы будем производить на прожекторе. Прогреем ее с помощью обычного прожектора. Вы можете это сделать даже в домашних условиях. Так, снимаем видеокарточку. Откручиваем все винтики. Откручиваем. Все радиоаторы откручиваем, потом сможем поднять, открутить видеокарту после этого. Есть. 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 стать эта видеокарта уже была прогрета несколько раз с помощью фена это в принципе помогало но ненадолго сейчас я попробую ее прогреть уже сильнее поднимаем аккуратно подклеил наконец-то отключаем вентилятор состояние термопасты кстати немножко подсохло в последнее время видимо был перегрев шел шел перегрев поэтому открутить саму видеокарту здесь есть несколько винтиков которые нужно выкрутить и мы сможем снять видеокарточку еще один здесь сзади винтика у небольших есть вот они здесь я уже их раньше выкручивал значит можно немного помаленько поднимать вот поддел немного видеокарточку и она выскочила такая у нас видеокарта ноутбука модель кстати видеокарты сейчас найду вот она это достаточно дефицитная видеокарта купить непросто модели nb 8p 256 мегабайт порядковый номер 35 g1 55 10 c 0 такая у нас видеокарточка я когда-то ее искал но найти практически невозможно сейчас мы ее очистим от старой термопасты нанесем флюс и будем прогревать снимаем все приклеенные вещи она уже как я говорил неоднократно нагрелась на прожектором я еще не прогревали я уже немножко прочистил теперь очищаем еще процессор спиртиком обязательно прочистить нужно сейчас мы перейдем еще на спиртик думала будет вещь так все теперь мы переходим на очистку спирта вертиком на сейчас зачистим все заливаю практически спиртом все здесь очищаю чтобы ничего не мешало потом нужно будет конечно подождать чтобы это все дело высохло отсохла потом уже двигаться дальше все ну вот очистку сделал здесь немножко тоже протру пусть немножко просохнет нажму паузу чтобы вас не задерживать пожалуй можно приступать к следующей операции наносим флюс перед прожаркой нужно обязательно нанести флюс фактически перепаяем чипсет без его снятия сейчас обновим контакты сюда немножко переходим непосредственно к прожарке как я говорил мы будем это делать с помощью прожектора обычный прожектор 150 ватт ставим видеокарточку на прожектор и включаем его прогрею немножко потом переверну видеокарту чтобы затекло чтобы плюс затек под процессор станет жидкий и затечет под все контакты если постараться сильнее немножко то можно даже выпаять чипсет но этого мы делать сейчас не будем это я на нерабочей видеокарте снял чипсы полностью отпаял вот так таким образом так видно кажется уже прогрелась можно переворачивать чтобы затекло куда нужно так и чуть-чуть так делаю наклон в разные стороны чтобы плюс растекся под всем процессором это важно вот я думаю что уже достаточно будет все ставим аккуратно на место пусть греется после прогрева обязательно нужно дать остыть остывать он должен долго видеокарта должна остывать около 20 минут 15-20 минут вот видите уже у нас заметно как варится флюс после того как появится дым над этим делом и отключим про жарку и оставим его остык вот такая у нас здесь картина можно конечно проверять температуру с помощью датчиков но у меня нет этого датчика делаю все на глаз хорошо так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Пропаять контакты. Еще чуть-чуть подержим. Если накрыть, кстати, чистым листом эту видеокарту, то прогрев будет скорее происходить. Продолжение следует... Пожалуй, хватит. Все. Нажимаю паузу. Ждем, когда она остынет. Апература достаточно высокая. При остывании не касайтесь видеокарты. Это может нарушить все процессы, которые мы делали. Ни в коем случае не дотрагивайтесь к ней. Так, ну вот, видеокарточка наша остыла. Уже можно снимать ее отсюда. И устанавливать, тестировать на ноутбуке. Протираем еще раз аккуратно само ядро. Наносим термопасту. И устанавливаем на ноутбуке. Очищаем радиаторы от старой термопасты. И наносим новую. Наносим новый слой термопасты. Где у нас термопаста? Здесь забыл убрать. Устанавливаем видеокарточку на место. И устанавливаем радиаторы после этого. Так, значит, он поделег сюда. Так. Подключаем шлейф. И закручиваем винтики. Продолжение следует... Сейчас я посмотрю, куда нужно. Нанести термопасту. Нанести термопасту. Вот она у нас здесь. Здесь должна быть термопаста. Это у нас старая термопаста. Я наношу толстым слоем, чтобы был контакт. Так. Потом смотрим дальше. Вот здесь. Тоже. Обязательно. Раньше здесь были вот такие резиновые прокладочки. Я их забрал. Я их забрал. Так что придется налаживать термопасты очень много. Так. Так. Вот так. Теперь что у нас здесь. Ага. Вот этот тоже у нас должен быть. Ух ты. Ух ты. Есть. Так. Что еще? Там я покрыл. Микросхема. Вот здесь еще. Эта микросхемка. Она тоже должна быть. Накрыве термопастой. Нет. Следующий. Вот. Я точно думаю, что достаточно. Вот. Ага. И оперативная память. Смотрите. можно ее хорошенько так теперь еще смазываем процессор и чип видеокарты смазал я только что заканчивается термопаста такие делаем высокие горки чтобы доставало до радиатора это как вы помните вместо прокладки термопрокладочки я хочу сделать чтобы был лучший контакт для улучшения теплопроводности кажется все думаю что будет достаточно это возможно не очень качественно но я думаю что будет лучше чем старый теперь ставим все на место так и прижимаем контакт кажется есть я думаю что охлаждать она должна поехали прикручиваем все винтики на место и и и и и и теперь процессор не забывайте перекрутить прикручивая подключаем кабель кулеру не забывайте они кажется все будем сейчас пробовать включать что система заработает и наш аккумулятор переворачиваем и смотрим какой будет эффект здесь у нас есть нюанс нужно подключить питание обязательно без питания он не будет работать сейчас я его запитаю отключил питание и пробуем еще раз запускать нольбук вот отлично система работает ремонт у нас прошел успешно прогрев прожарка на прожекторе ноутбук xi2528 спасибо за внимание до свидания до новых встреч до новых встреч